Не смотри, не смотри в ту сторону, всё хорошо, Анатолий, я с тобой, я с тобой, всё замечательно. Всем вкусного компотика, с вами Енот, подсел вновь на мод. Вы спросите, что же это за такое дерево? А это не просто дерево, это вырванное дерево. Кем вырванное дерево? Вот им, Циклопом. Это персонаж из мода, да. Он офигенно сильный, просто ну неимоверно сильный. И сегодня мир, этот мир, попробует противостоять этому монстру буквально. Циклоп наткнулся в первую очередь на племя. Да не на обычное племя, а на самое многочисленное племя в этих землях. Да, здесь есть все. И копиметальщики, и дубинщики, самая многочисленная, да, каста. И, значит, камнеметатели, и, естественно, берсёрки, вот он их предводитель, да. Тебе предстоит сегодня немало работы, немало работы, бородач, но ты справишься, я уверен. И с этой стороны ещё два мамонта приручённых, ну и, конечно же, старейшины. Вот он, главный старейшина. Хе-хе, как интересно вышло, что он выше. Хе-хе, я так не задумывал, но ты молодец вообще. Прям встал куда надо, как по сценарию. Давайте посмотрим, что у нас получится. Смогут ли, сможет ли племя отразить атаку этого монстра. Буквально монстры, я не знаю вообще, смогут ли это. Но если смогут, значит, этот мир будет защищён, значит, всё будет хорошо, и, значит, они спасут его просто навсего. Хе-хе-хе-хе, давай. Ну, смотри, пока что, пока, пока что у меня такое ощущение, что у циклопа большие проблемы. А может быть, может быть, мне так только кажется. Не знаю, но с другой стороны, посмотри, он разматывает. Ты посмотри, он, в принципе, всех, он всех ближнего боя размотал. Всех людей, остались только дальнобойщики. Если у него там здоровья осталось чуть-чуть, то, как бы, в принципе, племя-то может и выиграть. Потому что, смотри, у него копии-то сколько уже понатыканы, я не знаю, но он всё в себя засасывает. Хе-хе-хе. Ну, видите, он может стреляться и камнем, и в ближнем бою деревом бить. Ох, зато один удар стоит десятиры. А, спинку, спинку чешите ему. Да, ну, молодцы, молодцы. По-моему, ему реально как спинку чешут. У тебя как... Ух ты! Как он смог это сделать курбит, да ещё и кинуть шарик? Ну-ка, сколько у тебя здоровья? О, ты посмотри, они почти, они почти его сделали. Слушай, ну почти, ну почти они смогли отразить атаку циклопа, но, но, ха-ха-ха-ха-ха, наш парень всё же выжил. Ну ты, блин, даёшь, но это мощный чувак. Это ужасно, я не ожидал, что он выживет, но он выжил. Не смогли остановить нашествие, не смогли остановить нашествие циклопа. И он пошёл дальше, в другие, более продвинутые земли. Ну, а мы отправимся за ним. А далее наш бравый циклоп отправился к фермерам. Да, но фермеры тоже делыком шиты и решили дать самое что ни на есть отпор. Собрали все свои войска, которые у них только есть, да, даже оживили пугало, чтобы оно им помогло отпугнуть этого огромного-огромного циклопа. Естественно. В общем, тут собрались буквально все, все, кто есть у фермеров. И я не знаю, смогут ли они победить циклопа по цене. Ну, то же самое, вот у них тоже 27 тысяч примерно и 124 человека. Против одного, одного всего лишь циклопика. Я ставлю на них, честно говоря. Я всё же ставлю на них, на фермеров. Но не знаю, но посмотрим. Здесь циклоп полон сюрпризов, как ни крути. Особенно с этим ударом деревом. Ох, как он это мощно ударит. Как он мощно бьёт этим деревом. Просто сносит буквально всех. А, кстати, вот вороны. Вороны-то могут его вообще задолбашить. Очень быстро. Тут много надежды именно на вот этих птиц. Уху, полетели. Ох, удачной дороги, хорошего полёта. Надеюсь, вы захватили с собой пирожки от бабушки. Ладно, вернёмся к нашим баранам. Итак, что здесь? Здесь у нас в полусогнанном состоянии ходит циклоп. Ну, потому что все маленькие, как бы. Ему нужно нагинаться, чтобы понимать, что вообще происходит. Ой, ну. Чё ж ты сам себя-то лупишь, драчок. Да ладно тебе. Вот у него с тактикой проблемы, конечно. Ему надо идти вот сюда и всех... Ох, куда ж ты стал-то, ботаник? Встал, блин, поближе. Ну ты... Опа! А к алкоголю-то циклопик не привык. Но ему как-то пофигу. Он, по-моему, и так неплохо себя чувствует. По-моему, да. По-моему, ему и так хорошо. Ох, на пугало последняя надежда. Убьёт пугало, убьёт, в принципе, фермеров. А уже ничего не оста... Ну, в принципе, смотри. Осталось одно пугало. Сколько тебе здоровья? Ой, а здоровья-то дофига. Фермеры даже ничего и не сделали. Давайте-ка я немножко поиграю с циклопика даже. А сколько ему вообще наносит? Ну, сколько ему вороньё это наносит урона? О, так чуть-чуть совсем. Ну, конечно, какого ж тут... Фига-то, как же его тут прибьют-то с так... Хе-хе-хе-хе. С такого-то рожна. Да никак. Ух ты. Слушайте, какой мощный юнит. Ужасно мощный. Свирепый юнит. Фермеры тоже не смогли остановить циклопа. Никак. Даже... Даже у племени... У племени того первобытного было больше шансов, нежели у бедных-бедных фермеров, которые всё же лели себя надеждой, что они станут избавителями от этой напасти. Ну, а наш циклоп продолжает свой путь вглубь континента. Доблестный король наслышан уже об этом циклопе, и поэтому собрал всю свою возможную силу для того, чтобы стать главным избавителем от этого чудища чудного. Собрал всю свою элитную гвардию, естественно. Лучников самых-самых-самых точных, как Робин Гуды. Самые лучшие катапульты, сделанные самыми лучшими инженерами. Конечно же, сквайеров, ну, скажем честно, это просто мясо. Просто мясо, которое должно отвлекать нашего циклопа от катапульты лучников. Но, цссс, они не должны знать. Особенно вот этот вот, кое-как его уговорили сюда прийти. Он же маленький, блин, но он нам был нужен. Ха-ха-ха. Итак, значит, и, конечно же, Барт. Почему он впереди, спросите вы. А я вам отвечу. Потому что, ну, король, как бы, у нас пацифист вообще. И поэтому он даёт циклопу, как бы, возможность, ну, А вдруг циклоп проникнется творчеством, музыкой, любовью ко всему сущему. И не нужно будет драться. А-а-а. Так что Барду, 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 да. Барду предстоит. Но Барт, видите, как настроен. Он ничего не боится, абсолютно. Его накачали чем только можно. Ха-ха-ха. Для доблести. И посмотрим, что из этого выйдет. По ц... Да что ж такое-то. По цене тоже 27 тысяч практически. И один циклоп. Всё тот же самый циклоп. Монстр. И так примет ли... Ну, да. Немножко король не просчитал то, что... То, что... То, что лучники начнут стрелять, прежде чем он подойдёт к Барду. Ну, да и ладно. И так, пока что всё вроде складывается довольно хорошо. У средневековых рыцарей вполне себе, по-моему. Потому что... Или нет, или да. Тут никогда ты не поймёшь. Нифига. Потому что что за жесть? Что за жесть, блин, происходит? Но наш циклоп ещё не знает, что короля постоянно лечат. Он в это не врубается. По-моему, королю это не помогло. Где? Подожди. Где король? Это король? Нет, это не король. Вон король! Король! Всё. Королю каюк. Так, куда я улетел? Стоять. Стоять возвращается к нашим баранам. Вот это был неожиданный, конечно, удар. Но лучники могут спасти всю ситуацию. Лучники вполне могут расстрелять нашего огромного циклопа. Ну, как он... Как он филигранно работает камнями. Просто... Просто уму непостижимо, как он это классно делает. Так, хватит валяться, циклоп. У тебя ещё много работы. Да, с мозгами у него, конечно, проблема. Потому что, ну, ему действительно нужно бы не на этой катапульте сосредоточиться. А вот пойти немножко в левую сторону. Где на него направлено буквально всё. Да, слушайте, а он может и не выдержит. Может и не... Может быть, они смогут победить. Ну, смотри. Ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пипирку-то за что? Ну? Ну, да ну, да неужели? Да неужели циклопа здесь выживет? Да ладно. Сколько по тебе было урона нанесено? Вот, правильно. Полежи. Отдохни. Почему бы нет? У тебя же так много, в принципе, сил и здоровья. Тебе можно делать всё, что угодно. Ну что? Завершающий удар. Ребята, вы старались как могли. И я хочу вам сказать, что вы молодцы. Вы большие молодцы. Спасибо. Всё королевство говорит вам. Так. Уже тебе. Тебе лишь одному говорит всё королевство. Спасибо за твою отвагу, честь и доблесть. Ну, а теперь давай я вместе с тобой. Вместе я буду с тобой до самого конца. Мы с тобой примем эту. О, просто ужасную смерть. Блин, как это было. У меня аж камера свернулась, слушай. Аж камера свернулась. Ты погляди, он мне камеру свернул. Циклоп, ты чё такой мощный-то? Я посмотрю, он реально камеру свернул. Ё-моё. Ну ты дай. Ой ты, ё-моё. Ещё и ножку отставил. Циклоп непобедим. Это напасть, это напасть его королевство. Он движется дальше, неустанно движется дальше. Итак, этот мир понял, что циклоп это очень серьёзная угроза. И поэтому решил объединить королевство. Здесь у нас и династия, и викинги, и античные юниты. Все объединились под одним знаменем, чтобы уничтожить чудо-чудное, диво-дивное, которое всех разбивает и бьёт. Вот здесь у нас и баллисты, и зевсы, и дракон, и хвача. Если не победят они, то, может быть, победит кто-то другой, но это будет уже... Это должно быть что-то действительно очень-очень сильное. Поехали посмотрим, что же из этого выйдет. Просто невозможно предположить, кто выиграет, не выиграет, получится, не получится, потому что действительно народу просто дофигища. Наш гигант что-то как-то повернулся ко всем спиной и не может даже никого ударить. Мне кажется, он как-то неудачно очень повернулся. Очень неудачно. И вполне возможно сейчас его убьют именно из-за его тупости. Хотя вот опять он показывает супер-класс. Опять одним ударом он буквально развалил половину войска, если не больше. Да, практически всех. Действительно, что его может убить, так это хвача. Хвача реально сильная. И... Ну, лучники замораживающие как-то на него не особо действуют. А вот хвача, хвача это серьёзно. Сейчас пока что он на своих же... На трупаках не может нормально идти. Валяется как маленький детёнок. Соберись наконец-то, циклот. Ты мне пришёл захватывать или здесь отдыхать? Давай вперёд. Так, Зевса не встала. Зевс улетел к себе на небесах, кстати. По-моему, буквально он куда-то улетел, потому что его здесь вообще не видно, где он, куда он пропал. Ну, хвача, хвача это... А, ещё баллиста, ещё баллиста есть. Тоже, тоже надежда, потому что у баллисты очень большой урон. Ну, будешь ты бить хвачу? О, у хвача есть ещё шанс выстрелить в него все снаряды. Отлично. Опять же из-за тупости нашего, нашего циклопа. Это единственное, за что может быть, почему его выиграют, этого циклопа, именно из-за его тупости. Потому что иначе это не объяснить. Ну, что ж. Но, как-то очень трудно сказать всё равно. Может быть, может быть, баллиста, баллиста затащит, потому что у баллиста огроменный урон, и она попадает из раза в раз. Лучников нет, осталось баллиста. У баллиста есть один шанс. Анатолий, один шанс. У тебя лишь один шанс убить. Давай, Анатолий! Ох, Анатолий, мне жаль. Анатолий, мне жаль, ты старался. Ты сам, я так вижу, хотел улететь туда, чтобы своим телом пробить его насквозь. Я знаю, Анатолий, я знаю. Не смотри, не смотри в ту сторону. Всё хорошо, Анатолий. Я с тобой. Я с тобой. Всё замечательно. Всё хорошо. Ты вернёшься к своим людям. Всё будет... Я позабочусь обо всех. Прощай, Анатолий. До следующей встречи с тобой. Ой, ё-моё, какой был момент. Какой был... Ой, какой был, блин, трогательный момент. Ёшкин ты, Макарёшкин. Мне жалко Анатолия. Сволочь! Как ты можешь? Это же был Анатолий. Ну ладно, в этой игре все бессмертны. В этой игре просто всем, знаете, дают по головушке, а потом они снова возрождаются. И всё хорошо. И всё хорошо. Всё будет нормально. Ну что ж, а наш циклоп, между тем, между тем, продолжает своё победное шествие. Вырубает просто всех. Кто сможет его остановить? Кто? Я не знаю. Вы знаете? Сейчас посмотрим. Может быть, кто-то и остановит. Поглядим. Гиганты, на вас сейчас вся надежда. Вы единственный форт-пост между современностью и этим чудищем. Ну и, конечно, тут ещё батя всех земель, на которого тоже огромные надежды. Возлагаем на тебя огромные надежды, да, мой дорогой, ты должен ему накостылять, ты должен это сделать. Понимаешь? Понимаешь? Я надеюсь, что да. В принципе, в принципе, 23 тысячи гигантов буквально в 5-6 раз больше, чем циклопов. Может, циклоп один. И мы посмотрим эту эпичную битву громадных существ. Я вообще не знаю, есть ли шанс у нашего циклопа. Хотя циклоп меня не перестаёт удивлять, поэтому я не буду говорить, что он здесь, скорее всего, проиграет. Вот нифига подобного. Сразу втюмяшил одному. Так. Здесь ещё плюс всё же гиганты с деревьями, такие же, как он. Это был странный удар достаточно, но этот удар, по-моему, был довольно эффективен. И до сих пор перебрасывает самурая через плечо. Ну, самурай молодец, конечно. Вот, по-моему, нашего... Вот, по-моему, ты встретил... Нашла коса на камень, слушайте. Нашла коса на камень. Ты погляди, они его мотают из стороны в сторону. Но я не буду говорить, что наш гигант про... Наш гигант, говорю, циклоп проиграет. Вот не буду я это говорить, потому что этот, блин, циклоп способен на что угодно. Он уже показал, что он может выдавать такие кульбиты, что нам и не снилось. И может, в принципе, делать то, что не может... Не может делать никто в этом мире. Потому что он явно какой-то, блин, пришелец каких-то непонятных земель. А между тем батя-то подходит. Батя-то уже здесь. Батя-то сейчас даст леща. А, мимо! Ну, батя, ну чё ты, блин? Ну ты как так-то? Ну ты чё, растерялся немного, да? Ну, конечно... Ой, свои же по башке сзади. Ну чё же вы делаете-то, а? Батю-то не подставляйте! Ну смотри, остались эти... Деревя... Ох! Вот это удар! Ох ты, на! Контратака! Контратака камня! Замах! Тынс! Мимо! Не дал бате атаковать! Ещё раз побалде! Батя, держись! Так, слушай, ну ты-то не подливай масло в огонь! Чё ты делаешь? Не колоти, батю! Он тебя потом поколотит, я тебе говорю! Тебе лучше так не делать! Я уж позабудался в этих деревьях! Где его дерево? Где дерево этих гигантов? Ох! Ох, как... Ох ты, всё! Один деревянный отъехал! Один деревянный отъехал, остался ещё... Ох, какой сейчас был мощный удар от деревянного! О-хо-хо! Ох, мне кажется, у нашего циклопа проблемы! Ох, про... Ух ты, какая атака! Какая... Точнее, Конта... Как он отразил удар, короче, своим деревом! На! Да ладно! Батя, нет! Батя! Блин! Вот этого я не ожидал поворота! Ну ладно, тебя, дед, вся надежда! Давай, дед! У тебя тоже дерево! У него дерево! Ты могёшь! Ты сможешь! Я верю в тебя! Ты же бороду себе долго отращивал! Да, естественно, долго! Давай! Давай, я уверен, там у циклопа уже всё совсем плохо! Давай, твоё дерево сильнее его дерева! Да, да, вот он! Вот он уже! Он уже лёг! Он уже лёг! Он уже не может! Циклоп не может! Так, держись! 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 Давай, удар! Давай, 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 давай! Есть удар! Давай, ещё удар! Не останавливайся! Не останавливайся! Давай, ещё удар! Вот! Давай, давай, давай! Ну чё ж ты? Ну, ну! Ну давай, ты можешь! Ты можешь защищать! Вот! Давай, бей! Бей! Ну как ты промокнулся, да ну! Нет! Нет, 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 нет! Нет, вот! Молодец! Красавчик! Красавчик! Давай, 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 циклоп! Чё ты за это затупил, затупил! Завернул своё дерево, фиг пойми куда! Это твой шанс! Это твой шанс, давай Давай, всё, уциклопа там шарики За ролики заехали Потому что один глаз... Ой, как Схлестнулись, вот, молодец Ну, слушай, слушай, молодец Ты молодец, вот, завернул Вот, всё, всё, по-моему Какой удар ногами В подых Ну, ты... Я говорю, что он хитрый Он офигенно хитрый Он выиграл, он побил гигантов Ё-моё, чё с ним делать? Что делать с этим монстром? Вот это да, вот это да Вот это бич этих земель Ладно Надеюсь, что вам понравился этот мод Понравился наш циклопик, потому что он действительно Офигенен, он действительно просто Жёсткий, малый На этом всё, с вами был Енот, вкусного вам компота Всего самого наилучшего, до новых встреч И пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова